Наблюдают, если часы синхронизированы, одни и те же моменты времени. А вот покоящийся наблюдатель, он от своих часов получает информацию со скоростью света С, а от движущейся с некоторой другой скоростью, со скоростью света С' И за счет этого происходит запаздывание информации и получается известная формула ДТ' равно ДТ, умноженную на реликвийский корень единица минус бета квадрат, где бета от ЭВ на С. Микрофон, пожалуйста. Таким образом, если мы заменяем в правой части равенство 2 С на С' и Т' на Т, мы получаем классическую форму инвариантность интервала. Замечу, что это тот же самый интервал. Левые части абсолютно одинаковы в них. То есть мы имеем дело физически, как с объектом, с одним и тем же объектом, но только его по-разному интерпретируем. Я не буду говорить, что здесь что означает. Х, Y, Z — это координаты пространственные, Т — время, как бы, и С — скорость света, одна и другая. Значит, подобно тому, как из инвариантности 2 реликвийской выводится формула для ДТ' точно так же, теперь ДТ' как бы ее нет, и одно неизвестно о С' точно так же выводится формула для определения С', скорости С' по отношению к движущей системе. Она равна С на реликвийский корень ДТ' минус бета-квадрат. То есть та форма, которая была для времени. Таким образом, что это за скорость? Это скорость расчетная. То есть мы экспериментально ее не измеряли. Не подвержена измерению. Расчетная в том отношении, что она вытекает из инвариантности интервала. Определением этой скорости решается задача. Если часы для сопутствующих наблюдателей показывают одинаковое время, синхронные часы, то какова должна быть скорость передачи информации, чтобы покоящийся наблюдатель зафиксировал равенство ДТ' равно ДТ на корень квадратный. То есть то, что теория относительности утверждает. И эта скорость, получается, должна быть в точности С' на корень квадратный. Величину этой скорости можно получить так же на основе рассмотрения процесса получения информации от движущихся часов, от проходящих мимо часов. Но если я не буду рисовать, а очень простой пример. Некоторая точка, где наблюдатель, и проносятся мимо часы. То мы скорость определяем, как первую производную слева от точки ДХ по ДТ будет, допустим, С минус В, а справа, это уже другой луч, они пронеслись. Справа от точки тоже производную берем С плюс В будет производная. Естественно, что, а какова скорость в самой точке? В двух есть. Берется среднее квадратичное значение. Перемножаем С минус В на С плюс В и получаем как раз эту скорость С' Она в точности, ну, С квадрат минус В квадрат, С выносится и получаете вот эту форму. То есть, эта скорость еще и здесь. Она еще встречается в ряде случаев, как бы тоже подтверждая эту идею. Значит, вот теперь можно еще сказать, что инвариантность интервала в силу соотношений, что С на ДТ' равно С' ДТ, получается как бы математически эквивалентно в релятивистской форме. Поэтому вывод, например, преобразований Лоренца, он точно так же делается. То есть, мы можем, как вот Ландау рассматривать, поворот системы координат плоскости осей СТ и ИХ, ну, как частный случай, при этом остальные оси неизменные. И для времени. Дело через гиперболические функции все точно так же можно применять. Значит, за исключением одного, смысл, физический смысл придается другой. То есть, Т это не время, а информация о моментах времени. Вот, как бы, по сути, по этому вопросу, по классической интерпретации, все. Теперь, почему мы смысл времени, теорию относительности меняем? Поскольку явно, как бы, имеется недостаток в понимании классической теории относительности этого понятия. Неправомерное отождествление времени с информацией времени. Эти вещи надо различать. Это разные вещи. Время остается всегда или исчезает, а информация может передаваться. Мы увидим теперь на понятии интервала, как это происходит. И неправомерная подмена хода процесса на ход времени. Тоже надо. Ход процесса, если есть ход процесса, надо и называть ход процесса. Мы считаем время. То есть, есть, допустим, процесс существования Вселенной. Он имеет метку начала, скажем, относительного какого-то, условного начала. И может иметь любую метку какого-то состояния. Метку окончания может быть. Это метки. Сами метки длительностью не обладают. Это начало-конец. Между метками длительность. Время — это длительность. Вот если мы, как бы, примем на вооружение вот такое понятие именно длительности, то меняется релятивическое понимание соотношения событий. Вместо одновременности событий, которую ввел Эйнштейн как определение, мы получаем равновременность событий, разноместных событий. То есть, это те события, информация о времени которых одинакова. Она может быть в разных системах, естественно, разная. И это согласуется с классической механикой вполне. Поскольку скорость и передача информации разные, поэтому и относительность равновременности обязана, должна быть в классической механике. Ну вот, поэтому я не буду ход времени. Нужно, конечно, заменять ход процессов. И поэтому в СТО показания часов следовало бы назвать не временем, а информацией о моментах времени. Вот теперь коснемся физического смысла интервала. Кто читал книжку Леона Брелюена, это французский физик, его уже нет в живых теперь, новый взгляд на теорию относительности, тот помнит, наверное, что Брелюен так отозвался об интервале. Хорошее математическое средство, но явно не имеет физического смысла. Он точно так же, конечно, отозвался и о самих преобразованиях Хороенца. Но я все-таки нашел этот физический смысл. Сейчас я его перейдем к нему. Долго искал и нашел. Физический смысл интервала. Вот на примере времени подобного интервала. Формула, как бы условия, квадрат времени подобного интервала, он больше нуля. Тот же интервал, квадрат интервала, больше нуля. Положительный. Что он характеризует от времени подобного? Это движение, допустим, какого-то тела. Он относится к одному телу. Из некоторой точки О в точку Б. Вот интервал удобно преобразовать. ДТ квадрат вынес я за скобку и сразу получил формулу. Интервал ДС равен С на корень квадратный на ДТ. Она есть и в теории относительности. Эта формула не противоречит все относительности. Нормально получается. Но мы, учитывая, что это скорость, мы получили ее, придаем ей теперь такой смысл, как передача информации с движущихся часов. Вот теперь посмотрим, рассмотрим, как бы, пример рисунок 1. Здесь указано, значит, движение часов, как инерциальной системы. Из точки О, начала координат, в точку Б. Что происходит? Мы рассматриваем, как бы, три процесса одновременно. Само движение часов из О в Б. Движение информации от момента, когда началось движение. И за время ДТ. По окончании длительности ДТ. Это все за бесконечные моменты. И он проходит путь ДЛ. Далее мы рассуждаем так, что вот этот треугольник, который здесь строится, сечением плоскости, он прямоугольный. Доказательство этого как делаем? Часы, в принципе, из точки О, могут распространяться по сферической поверхности в любую точку окружающей их сферы. Радиус НДР. Так ведь? Информация о времени первого события, за время ДТ, может распространиться в любом направлении, тоже в любую точку сферы, радиуса уже ДЛ. А здесь касательно мы проводим плоскость. Она сечет касательно всегда перпендикулярно радиусу, как известно. Поэтому треугольник вот этот прямоугольный. О, В, А. А отсюда видно, что ДЛ это С на ДТ, это В на ДТ, квадрат, минус квадрат, и получается С' на ДТ. Вот смысл. Теперь посмотрим. Эйнштейн сказал, что как бы интервал это расстояние, четырехмерное расстояние. Вот. Такой смысл. Дрюль-Уэн именно спорил с этим, что он не видит там такого смысла. А здесь посмотрим, здесь ясно видно, что же это такое. Это расстояние не между событиями в точке О и Б, а между информацией, местами информации в точке А в некоторой, и в некоторой точке Б. То есть это некоторое наблюдаемое расстояние. Наблюдаемое. Между определенными местами, которые удовлетворяют вот такому выражению. Причем я там подробно, я не буду тут останавливаться. Сечения вот это образуют как бы целые по кругу. Тут их таких ДС множество. И аналогов ДС множества. Я на этом останавливаться не буду. Они как бы особо ничего не добавляют к физическому смыслу. Аналогичным образом мной проанализирован пространственно времени, ой, пространство это подобный интервал, и все остальные случаи. Я на них останавливаться не буду. Смысл. Можете посмотреть. Физический смысл точно такой же. Везде мы видим, что это расстояние между информацией. Одной и информацией другой, которая как бы соответствует форме интервала. И в этом случае интерес представляет, может быть, физический смысл на основе релятивистской модели пространства-времени. Чуть остановлюсь на них. Значит, релятивистская модель обычно ее описывают световым конусом. Вот эти крест. Крест, вот это световой конус. А, Б, С, Д. То есть, летят два фотона навстречу, скажем, да, и вот они как бы образуют вот этот конус. С точки зрения того, что мы рассматривали сферические поверхности наши, здесь связь такая. Верхняя полость вот этого светового конуса, это образуется как раз, если с точки О расширять, и мгновенные снимки вы будете на оси времени откладывать, это и будут расширяющиеся вот этот сфера, которая несет информацию о времени. То есть, вот это сечение, где я через ДТ потом пересекаю, вот ОД это равно ДТ. Вот я плоскость провожу, так вот этот круг, который пересечется, или окружность, который в световой конус пересечется, он как бы и будет радиусом той сферы, которую мы рассматривали во время неподобного интервала. Здесь мы тоже видим, что ДС есть тоже информация не как бы в точках О и Д, а тоже в некоторых точках, где наблюдается информация об этих событиях. То есть, все точно так же. Ничего нового как бы в релятивистской модели, в четырехмерной, мы не видим. И я привел еще там для времени подобного и для пространства на подобного интервала то же самое. И частные случаи, я их не буду останавливаться, это одновременные события, изотропные события или нулевой интервал. Тоже как бы все гладко проходит. То есть, физический смысл можно считать выясненным. Это с точки зрения, конечно, классической. Это не расстояние. То есть, оно расстояние можно назвать, но некорректно, если будут назвать расстояние. Потому что расстояние предполагает наличие на концах соединяющего расстояния объектов, о которых идет речь. А здесь совсем другие объекты. Тоже есть, но другие. То есть, тут налицо типа обмана даже или заблуждения, введения в заблуждение. Ну, вот все об интервале. Цель показать, что интервал это наблюдаемое расстояние, а не просто расстояние между событиями. Так, теперь физический смысл основных постулатов. Вот главные недостатки при формулировке недостатков основных постулатов СТО, это игнорирование инвариантности начальных условий излучения светового сигнала в разных ИСО и применение для формулировки постулатов противоречивого представления существования множества разных ИСО. Я остановлюсь только. То, что начальные условия должны быть и неинаковые, не может быть, конечно, спорным вопросом. Эйштейн приводит множество самых разных формулировок второго постулата, в том числе и правильный, такой, какой я сказал. Я его, он приведен. То есть, он формулирует, как и закон Индьютона, в одной единственной системе, а потом говорит, что на основе принципа относительности можно полагать, что и в другой любой системе свет будет распространяться. Но это, речь идет, идти должна тогда, о двух разных световых сигналах. Применение принципа к одному и тому же сигналу возможно. Вот я указал эту возможность. Как бы, смотрите, если С на ДТ штрих равно С штрих на ДТ, то мы легко можем сказать, что С штрих можно заменить на С. Так ведь? А корень отнести ко времени. Эйштейн, в принципе, в статье 905 года прямо указал, что его постулат второй справедлив в том случае, если время понимать, в смысле он писал определение. Время туда равно времени обратно. А это и есть информация о времени туда, равная информация о времени обратно. Таким образом, значит, возможность замены света реализована в теории относительности. Но в этом случае второй постулат в отношении двигающейся систем является математическим приемом, а не законом физики. Математически с ним можно согласиться. И последний вопрос. Физический смысл закона сложения скоростей. Если мы видим, что надо придать преобразованию Лоренца другой смысл, то есть смысл информации, то изменяется физический смысл преобразований. И Галилея. Вот мы посмотрим, что преобразование Галилея, допустим, я привел Х равно Х' плюс ВТ. Что означает это преобразование? Давайте посмотрим. Классический физик мыслит так, что вот если точка какая-то материальная движется вдоль оси Х, а оси Х и Х' совпадают, то он воображает некоторый момент времени, воображает неизбежный момент времени, когда точка Х' совпадет с Х. он не говорит, что скорость света и что я наблюдаю. Он не наблюдает с бесконечной скоростью света, если оптическое наблюдение, а говорит, что я воображаю этот момент. То есть это теоретический прием, а не утверждение о бесконечности света, как теория относительности на классическую физику, так сказать, говорит, когда пытается показать, что преобразование Лоренца в пределе, при це, стремящемся к бесконечности, переходит в преобразование Галилея. И все формулы релятивистской механики, естественно, в классические переходят. Вот, поэтому, значит, вот этот момент я здесь подметил. И второе. А релятивистское преобразование Лоренца, вот оно здесь выписано, Х равно Х' плюс ВТ, и на корень квадратный. Я ВТ специально без штриха, это не ошибка вот здесь, вот в этой формулы. Это пишут ВТ' штрих, но поскольку я отрицаю ВТ' штрих, ВТ' штрих у меня как бы равно Т, то я имею право здесь Т записать. И это будет правильно. Вот здесь, значит, получается, что времена только в преобразовании здесь Т, и здесь Т разные. Я в статье указал, что это разные моменты времени. Ну, естественно, что видно, особенно это на результатах опыта ФИЗО, что формула сложения скоростей тогда не работает в классической, в релятивистской теории. Вот по опыту ФИЗО, это я заканчиваю сейчас. Я уже понял намек. Так, вот эмпирическая формула, полученная по результатам опыта ФИЗО. Она выглядит иногда не так, она выглядит W плюс в скобках единица минус единица на N квадрат на V, как на основе теории эфира, ее еще иногда объясняют. А я делаю что? Раскрываю эти скобки вот здесь вот и получаю сумму двух скоростей. Это классическое понимание. Если теперь я к этим слагам им приведу, применю релятивистское осложение скоростей, я получу противоречие теории относительности. Вот эту формулу. То есть она будет противоречить теорию относительности. Вот эта формула. Отсюда вывод, что релятивистское правило уменьшает действительные скорости. Оно не отражает, оно выражает несколько нечто иное. И два эти правила, классическое осложение скоростей релятивистское нельзя сравнивать с точки зрения длительности. Заключение. Новая интерпретация основ теории относительности придает ее выводам физический смысл, согласующийся с классической механикой. Наряду с событиями и источниками информации вводится информация о пространственных местах событий и моментах времени, понимаемое, как реальное физическое явление, носителем которого является свет. Это меняет сложившееся представление о том, что, будто бы классическое четырехмерное многообразие не образует метрическое пространство, так как в нем нельзя задать расстояние между двумя ближайшими точками. Оказалось, что для информации о пространстве во временных координатах релятивистское и классическое пространство-времена как бы совпадают. И поэтому можно. Классическая форма инвариантности как раз это и доказывает. Таким образом, если в основах СТО время назвать информацией о времени, это главный тезис, то она превращается в классическую теорию. Спасибо за внимание. доклада. Спасибо. У меня, пожалуй, вопрос. Ваша теория предсказывает какие-то следствия, отличные от следствия классической теории относительности. Ну, вот мы приняли вашу теорию. И что тогда изменится в нашем представлении, релятивистском представлении о мире? Я понял. Значит, вопрос, скажу, что она предусматривает. В сентябре этого года в Москве в Бауманке будет конференция. Там у меня запланирован деклад на тему применения вот этой теории для объяснения опыта ФИЗО и, возможно, других опытов. Это в сентябре. То есть, по-новому объясняется опыт ФИЗО, да? А, физика и современный физический практик. Так, Маккельсон Морли он тоже как бы объясняется в вашем, да? Да, Маккельсон Морли. А Миллер, вот, который противоречит Маккельсону Морли тоже объясняется? Объясняется. И объясняется вот Ачуковского нет. Я там уехал, видимо. У него в его работах оспариваются как бы эксперименты по МИЗОНам. ПИМИЗОН и МИМИЗОН. Вот это заявление. А у вас? Я понял. А у меня я с ним согласен с Ачуковским в этом отношении. То есть, что МИЗОНы это надумано, да? Нет, тут вот в чем дело. Время жизни у МИЗОНов такое же большое относительно самого МИЗОНа. Теория относительности что говорит? Там в системе связанной с МИЗОНом оно одно, а в системе нашей Земли оно другое. Оно большее. И за счет этого проникает. так вот, оно одинаково и в нашей системе, и там. Это просто время такое удлиняется. То есть, как я правильно ставить вопрос, это надо исследовать причину, почему космические МИЗОНы и лабораторные отличаются по проникающей способности. В этом нет ничего такого. Тут вполне это возможно. Я сторонник. Ну ладно, я понимаю, что вопрос немножко как бы некорректный в том смысле, что теория относительности вообще мало что предсказывает и так сойдет. Ну и требует от вас, чтобы ваша теория предсказывала это, конечно. Я говорю, это объяснить в двух словах практически невозможно. Надо это целый доказательство. Но Е равно МЦ. Еще там надо, смотрите, вот кто увлекся этой темой, пожалуйста, смотрите, дальше реликвидическая механика идет, функция Лагранжа. Функция Лагранжа, скажем, для истинных координат и для информации о координатах. Это одно и то. Это разные вещи будут. А импульс, частно производный от функции Лагранжа по скорости, это релятивистка дает вам опять на корень. И импульс стремится к бесконечности, если масса к скорости света. Вроде произведение массы двухконечных величин, а расходимость получает множество. Хорошо, хорошо, спасибо. Просто у нас сегодня еще присутствуют и философы, и я хотел, так сказать, ну, выяснить. Информация и реальность это все-таки не одно и то же, как выясняется, да? Ну, вот так. Хорошо, я не одно и то же, но обе реальности.